Продолжение следует... Слушай, ничего не жалей. Мам, ну когда я что жалела? Держи. Так, спасибо. Так, и картошечки. Надюш, нас вообще девушка расточить. Ну, был рассольник. Замечательный рассольник взяла, ванитаз сведела. А еще полкастрюли было. Ну, Витенька, я же тебе новый сварю. Я не люблю вчерашнее. Вот сразу видно, Надюшка, что ты не жила в голодные времена. Вот. Ой, так все вкусно выглядит. А ты что, мясо не ешь? Не знаю, не хочется. А ты что, у нас вегетарианкой стала? Нет. Просто на ужин лучше что-то легкое. Правильно, правильно. Надюша очень быстрый вес набирает. Надо следить. Точно, точно, точно. Ой, я же забыла. У меня заливное на балконе. Я сейчас принесу. Сиди, сиди, сиди. Ешь, я сам принесу. Ой. Надюшка. Ну, он у тебя такой замечательный. Не пьет, не курит. Спортом занимается. Черт, рухлядь. Господи, что там такое, Надюша? Чертенок. Надюш, какой чертенок? Мой велосипед. Ты что, не помнишь, я на нем столько гонял? Надю, ну с этим надо что-то делать. Это невозможно. Вить, ну что, давай я лед или йод? Ну, при чем здесь лед? Йод, я про твой велосипед. Рухлядь уже давно на помойку пора выбросить. Вися, не надо на помойку. Ну, пожалуйста, я хочу по ним еще поездить. Надя, ну в твоем возрасте, на велосипеде. Ну, если ты хочешь заниматься спортом, ну, давай купим абонемент в фитнес-клуб. Ну, конечно. Завтра же пойду на работу и выброшу его на помойку по дороге. Прошу прощения. Надюша! Надюша, ну сколько раз я тебе говорила, нечего балкон захламлять, выбрось ты своего чертенка. А в семейной жизни нужно чем-то жертвовать, а Витя для тебя очень много делает. Спасибо, мам, за совет. Пожалуйста. Пойду посуду помою. Давай, иди помой. Все, я тебя целую. Пока, люблю. Пока. Прости, я посуду на кухню относила и услышала. Ты что ж пынешь за мной, что ли? Нет, но... Ну, ты же читаешь женские журналы. Что там написано? Отношения строятся на доверии. На доверии. Никто не потерпит, если кто-то другой будет лезть в его личную жизнь. Витя, ну ты же мой муж. И что? Я же ты твоя собственность. Ты меня сейчас обыскивает, начни обнихивать. Ну, это как бы анекдоты, как будто от меня не теми духами пахнет. Ну, это просто переходят все границы. Ты куда? Мне нужно побыть одному. И тебе лучше побыть одной и подумать над своим поведением. А мама? Извини, ты эту кашу заварила сама, а склёпнулась. Надюш, а куда Витя пошел? На работу его начальник вызвал. Вот ты посмотри, человек работает. Надюшка, ну как же тебе все-таки повезло. Слава Богу, не то, что мне с твоим отцом-алкоголиком всю жизнь маяться пришлось. Мам, я сейчас посуду уберу и чай накрою. Ты посмотри, Вако, телевизор. Нет, 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 Надюшенька, уже поздно. Я побегу. Мне только жалко, что я с Витей не попрощалась. Ну, ничего, я приеду на следующей неделе. Хорошо? Хорошо, мама. Надюш, ну только ты на мужа-то не очень сильно ругайся. Таких днем с огнем не сыщешь. А он у тебя не пьющий, зарабатывает, спортом занимается. Я в курсе, мам. В курсе-то в курсе, но не забывай. Ну все, пока. Давай. Все, береги себя. Му-у-у! 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 Тихо. Ветка. Привет, Надюш. Мы тут это блины печем, и Артемка умудрился сахар просыпать. У тебя есть полстаканчика? Есть, конечно. Надь. Что? Мне кажется, у тебя действительно глаза красные. Кажется. А Витяка где? Он на работе. В десять часов вечера? Да, его начальника вызвала. В субботу? Надь, я не понимаю, что случилось-то? Он тебе опять какую-нибудь гадость сказал? Нет. У него кто-то есть. Да ты что, точно? Да. Я их разговор слышала. А Витька взбесился и... Ушел. Неизвестно куда. Я теперь не знаю, что мне делать. Так. Вот, берешь, а когда возвращается, бьешь по башке со всей дури, поняла? Витка, ну ты чего? Надь, я же вижу, как ты возле него все порхаешь. Витя то, Витя сё. Боишься на лишний килограмм поправиться, потому что Витя ведь тебе полный не нравится. А квартира, между прочим, твоя. Не моя, мамина. Мамина. Ну, мама же для тебя ее разменяла. А тут все у нас как Витчики нравится. Да, он хозяин. Надь, а я не понимаю, ты что, слуга что ли? Пока ты не возьмешь ситуацию в свои руки... Витка, спасибо, я не смогу. Так. Взяла? Когда возвращается, бьешь со всей дури. Все. Сахар. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны... Витя? Кто там? Прекратите ломать мою дверь. Да прекратите же! Вы кто такой? Да, он мой. Нет, подождите. Вам... Вам сюда нельзя? Может. Да, т hö-та-та-та-та-та-та. Да... 제로 доES Вечер добрый. Здрасте, Роза Геннадьевна. Я слышала какие-то крики. Или мне послышалось? У меня там телевизор, по-моему, работает. И, наверное, там кричали. О, ну да. Да, конечно. Деточка, это не мое дело. Мне казалось, Витечка не пьяс. Роза Геннадьевна. Я же сказала вам, что все в порядке. Ты чего? Я только своих уложила. Витка. Витка. Я, кажется, человека убила. Вроде бы дышит. Ты куда его долбанул-то? По голове. Понимаешь, я пьяных с детства не выношу. У меня папа. Да я знаю самой то же самое. Шишка здоровая. Ты думаешь, опасная? Вообще-то это может вызвать кровоизлияние. Давай я скорую вызову. Да нет, подожди, какая скорая? Скорая по таким случаям не приезжает. Только платная наркологичка. А это лишние 15 тысяч. Они у тебя есть? Сколько? 15. А сейчас, может, чуть дороже. Тебе не жалко, не знаю, на кого это тратить? А если ему плохо станет? Слушай, ну если станет, тогда и вызовешь. А пока пусть здесь полежит. Здесь-то ты что? А вдруг Витя придет? Он минут через 10 очухается. Ты его вытолкаешь. Все, я побежала, а то у меня Артемка еще не уснул. Если что, я у себя. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Какого преступления? Есть улики, подтверждающие, что данный гражданин Мельников Александр Алексеевич минувшей ночью совершил убийство. Как? Надя, поверьте, здесь произошла ошибка и я ни в чем не виноват. Тем не менее, ваша куртка была найдена рядом с трупом Соколова Федора Тимофеевича. А кто это? Это дед моей жены. Согласно заключению эксперта, убийство произошло между одиннадцатью и часом ночи. Постойте, но в это время он был у меня. Я когда услышала шум в коридоре, я еще на часы посмотрела. Было без четверти одиннадцать. Уверены? Абсолютно. Я еще перед этим мужу позвонила. Вы еще и замужем? А что значит еще? Я же объяснила, вам между нами ничего не было. Добрый день, а что здесь происходит? Вот мой муж Виктор. Витя, я тебе сейчас все объясню. Вы сперва нам все объясните. Значит так, гражданин Мельников эту ночь провел у вас. Да. Что? Витя, это не то, о чем ты подумал. Я услышала шум, открыла дверь и он навалился на меня. И что же прям так сразу навалился? Да вообще, у вас совести есть? Подождите, дайте объяснить. Я испугалась и ударила его скалкой по голове, он упал. Все интереснее, интереснее. Надя, вы просите, что я втянул вас в это дело. Я сам ничего не помню и ваша жена ни в чем не виновата. Со своей женой я как-нибудь сам разберусь. Не успел муж за порог, а она хахаля привела. Потрясающе. Да никакой он не хахаль. Подождите, надо составить протокол. Знаете что? Вы мне всю жизнь испортили. Убирайтесь отсюда. Ты что, уходишь? Это очень наблюдательно. Даже после бессонной ночи. Витя, погоди. Во-первых, ты все неправильно понял. Тебе прошу, только не надо мне, пожалуйста, мозги компостировать. Все, застали, приду позже. Я ведь ждала его всю ночь, а он как назло. Надюха, знаешь, а по-моему все к лучшему. Не знаю, мне кажется, Виктор этот твой напыщенный индюк. Таких забыть надо и начать жизнь заново, понимаешь? Витка, извини, я вот не могу так, как ты, взять и уйти от мужа. Слушай, ну как видишь, жива же, и слава Богу, все здоровы. Нет, так не делается. Браки, они же не только в радости проверяются, но и в горести. Вот Витя вернется за вещами. Я с ним поговорю и все ему объясню. Безнадежный случай. Я с ним, я не сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас Это опять вы? Надя, извините, я... Скажите, у вас все нормально? Муж ушел, а так все в порядке. Все хорошо, прекрасная Маркиза? Надя, мне правда, очень жаль, но... Вы мое единственное алиби. А вы, видимо, мой приговор. Надя, ну вы же знаете, что я не убийца. В момент смерти, ну... Простите, я был с вами и... Мне очень нужна ваша помощь, Надя. Я вам уже помогла. Да, но, к сожалению, устных показаний недостаточно. И нужно, ну, там, письменное подтверждение от узнавателя. Это будет полвторого, и я смогу вас подвезти на машине. Я сама доберусь. Говорите адрес. Спасибо. И теперь отдельный вопрос. Опоздание на работу, несвоевременное возвращение с обеденного перерыва. А вы прекрасно знаете, что отсутствие дисциплины подрывает производительность труда. И я не позволю. Надежда Андреевна, вы куда-то торопитесь? Нет, что вы, Елена Николаевна. Просто обеденный перерыв. А вы думаете, я не знаю? Только вас, голубушка, сегодня обеденный перерыв не коснется. Через пять минут должен подойти клиент. Нужно обсудить кое-какие вопросы в договоре. Но я хотела... Я же смиряюсь с вашим курением. Мне нужно еще раз внимательно перечитать весь договор. Переосмыслить, обдумать. И, может быть, внести какие-то дополнения, изменения. А, может быть, вам будет удобно прочитать это дома? А завтра мы можем встретиться и все подписать. Ну, да, наверное, дома будет лучше. Вы знаете, в присутствии такой красивой девушки как-то не очень думается. Вы куда? Сонечка, мне очень надо. Прикрой меня перед Еленой. Скажи, что я на пять минут ну вышла покурить. Хорошо? Хорошо. Только очень-очень быстро. Спасибо. С меня шоколадка. Хорошо. Только мне горький покупайте. Я молочный не ем. Простите. Простите. Здравствуйте. Скажите, а где мне найти следователя Прохорова ВА? Второй этаж. К мне двести восемь. Спасибо. Да. Можно я по делу об убийстве Соколова? Гражданка Сухарева Надежда Андреевна? Да. Проходите, садитесь. Только можно поскорее все оформить, а то на работе у меня полный завал. Оформить что? Ну, мои показания. Я хочу подтвердить, что у гражданина Мельникова о алиби на момент совершения преступления. Он был у меня. Он ваш любовник? Нет. Просто то и ночью он оказался у меня. И его видела не одна я, а у моей соседи Роза Геннадьевна Прохорович и Елизавета Мышкина. Угу. Вот вижу. Гражданка Прохорович. Видела неподозреваемого, а тело в коридоре. Так что опознать не может. Это не свидетельство. Гражданка Мышкина. Угу. А может, вы в сговоре? В каком смысле? Ну, предположим, вы выгораживаете Мельникова, а Мышкина подтверждает ваши слова за вознаграждение. Да вы... Да что вы такое несете, а? Да нет, просто я опираюсь на другие данные. Вот. Друг подозреваемого. Некий Семин. Петр, садитесь. Он утверждает, что пьянствовал с подозреваемым до глубокой ночи совершенно в другом районе. Не в том, в котором проживаете вы, уважаемая Надежда Андреевна. А как раз там, где жил Соколов Федор Тимофеевич. Так что оказаться в вашем районе было весьма затруднительно. Особенно в таком состоянии. Ладно, я не знаю, почему он оказался в моем районе, но мои слова же подтвердили. Дедок был убит с помощью стеклянной бутылки из-под водки. И на бутылке той остались пальчики вашего друга. Плюс на квартире Соколова была обнаружена коричневая кожаная куртка подозреваемого. Он подтвердил, что куртка его, но утверждает, что потерял ее пару недель назад. Коричневая? Угу. Нет, подождите, он говорил про черную. Говорил? Да, он был без куртки, но говорил, что на нем была черная куртка. Ну, сами-то вы не видели? Нет, не видела. Ну, вы подумайте, парень, значит, упил дедушку и специально для вас оставил и пальчики на бутылке, ну и куртку в придачу, чтобы вам легче искать было. Так получается? Но ваш друг был изрядно пьян. А почему вы все время его моим другом называете, а? Ну, вы же сами яростно защищаете его. Вон, запыхались даже, пока бежали сюда. Да вы знаете, вы вообще, вон, допрос неправильно ведете. Да. Да. Я, между прочим, юрист, и мы в институте проходили. И на практике я была в убойном отделе две недели. Коллега, значит. Ну, что ж, коллега. Скажите, вы сами-то на моем месте поверили бы в такие совпадения? Ведь если бы вы тогда не шарахнули Мельникова скалкой по голове, сидеть бы ему сейчас в камере. Так что, кстати, алиби пришлось. А в судьбу вы, конечно, не верите. Да. Только факты. Хорошо. Хорошо. Так вот, факты говорят как раз в пользу гражданина Мельникова. И согласно презумпции невиновности, пока вы не докажете обратное, он будет считаться невиновным и даже неподозреваемым. Так? Приятно иметь дело с юридически подкованными людьми. Мне тоже. Где я могу поставить подпись? Ну, гражданин Мельников, не расплатитесь. Спасибо. Привет. Без оруженосцев не ходим? Привет, Пит. Привет. Ну, Пит сам захотел помочь. Мы это будем обсуждать или... Ну, давай это обсуждать не будем. Что ты хочешь? Саш, я знаю, что тебя обвиняют в убийстве деда. Это просто ужасно. Алиса, тебе всегда было на деда наплевать. Мы с тобой 10 лет жили вместе. И ты считаешь, что я способен на убийство? На квартиру что-то досталось тебе. То есть ты думаешь, что ради квартиры я готов убить человека? Я это не говорила. Наоборот, я тебе очень сочувствую. Это ужасно, что тебя подозревают в убийстве. Я... Ну, то есть мы с Питом, мы просто хотели предложить свою помощь. Какую? Ну, не знаю. Может быть, нанять адвоката или еще что-нибудь. Саш, я все-таки еще твоя жена. Я просто обязана подержать тебя в такую трудную минуту. Алиса, я же тебя знаю. Ты никогда не делаешь просто так. Давай на чистоту. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты вернулся. Нет. Саш, ты просто устал. Со всеми это бывает. Со всеми случается кризис. Ты же знаешь, что я никогда не хотел, чтобы квартира деда досталась мне. Я понимаю чувство Федора Тимофеевича, который отказал тебя от наследства. И так поступила. Действительно подло. Мерзавец, я выведу тебя на чистую воду. Алиса, прошу тебя. Заткнись. Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Не выйдет. Сонечка. Ой, Надежда Андреевна, я все, что смогла, сделала. А я купил тебе шоколадку, как ты любишь. Спасибо, но уже не надо. Увольте систематические нарушения, трудовые дистемплены. Ну, я же вас предупреждала. Или я на только повод искала. Кстати, я тут ваши вещи собрала. Если чего-то не хватает, вы уж позвоните. Пошли. Спасибо. Да не за что. Вы меня что, убить теперь решили, а? Простите, да нет, у меня здесь просто мама рядом работает. А вы почему по сторонам не смотрите? А вам какое дело, Ань? Не надо мне помогать, я сама. Пошли, мои любимые тусы. Давайте посмотрим. Почему сегодня? А день так хорошо начинался. А теперь что, меня уволили? Так, все, хорошо, я все понял. План такой. Держите. 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 Значит, а сейчас мы садим в машину и пойдем к моему другу, у него ремонтная мастерская. И там починим ваши туфли. Договорились? Если подождете пять минут, я все сделаю. Правда? Пит, ты наш спаситель. Правда. Ой, да, и это Надя. Познакомься. Если бы не она, сидеть бы мне в тюрьме. А Пит, это Петя, я так полагаю? Можно и так. Только я к Питу с детства привык. Ой, он мастер на все руки. Кудесник, волшебник. У нас однажды сломался пылесос, мамин любимый. Так мы его туда-сюда везли. Вот только он и взялся его починить. Кстати, Пит, ты помнишь, что мы с тобой учились? Мы с ним учились в одной группе в институте. Если быть точным, мы с Алисой учились в одной группе, а ты на параллельном потоке. А Алиса это кто? Да, Алиса это, ну, моя жена. Но мы разводимся. Твою мать! Посидите там на диванчике. Не мельтешите перед глазами. Этот Пит уставился на меня, как троган на дихлофос. Слушай, а может он подумал, что вы любовники, а он это не одобряет, потому что знает жену и все такое? Бред какой-то. Тем более, что Саша сказал, что они разводятся. Ну вот, Пит и думают, что из-за тебя. Ну, Вед, ну что ты такое несешь? Ну, при чем здесь это? А у тебя есть какие-то другие версии, варианты? Не знаю. Мне вот не дает покоя разговор со следователем. Он сказал, что на бутылке, которую убили деда, Саши на отпечатке. Тебе не кажется это странным? Ну, словно кто-то нарочно хотел его подставить. Да. А при чем здесь друг детства? Мне кажется, что он что-то скрывает. Ой, Надежда Андреев, да блин. Ты просто Шерлок Холмс какой-то в юбке. Еще и блондинка на каблуках. Тебе так интересуют чужие проблемы. Слушай, или тебе нравится Александр? Что вы заладили, нравится, нравится. Понимаешь, просто если человека подставили, значит, настоящий убийца где-то гуляет на свободе. И может быть, готовит новое преступление. А потом, после ухода Виктора, у меня такая пустота в душе образовалась. Тоска ничего не радует. А тут хоть какая-то возможность восстановить справедливость. Ладно, забудь, это я так. Слушай, а может это твое призвание? Только блондинкой-детективом я не буду. Это правильно. Я всю жизнь ненавидела этот свет. И каблуки. Надежда Андреевна! Вот это красотища! Другое дело! Здравствуйте, Пит. Здрасте. Вы меня не помните? Нет. Я к вам с Сашей приходила. Помните, каблук сломался? Что-то случилось? Опять что-то сломалось? Нет. Я пришла... Ну, в общем, я хотела попросить у вас телефон Саши. Мы с ним просто не успели обменяться координатами. А вы в курсе, что он женат? Да, я даже знаю, что он разводится. Но я не по этому поводу, честное слово. Так, вот здесь два мобильных и домашние. Вот. Только не думайте, что можете сравнить с Алицей. Она существует в единственном экземпляре, а таких, как вы, миллион. Спасибо, что просветили. Удачного вам дня. Спасибо. Саша, Саша, это Надя. Та самая, что вас скалкой по голове ударила. Бред какой-то. Саша, это... Надя, я так рад вас слышать. Нам надо поговорить. У вас есть время? Саша, мне кажется, что отпечатки на бутылке, это непростое совпадение. Мне кажется, что кто-то хочет вам отомстить. Надя, вам кто-нибудь говорил, что у вас очень красивый цвет волос? Правда? А Виктор считал его блеклым. Вы знаете, а многие люди считают трус и цвет неинтересный. А в Японии считают, что в нем очень много оттенков. Двести. И они называют этот цвет гармоничным и восхитительным. Надя, вы очень красивая женщина. Спасибо. Только речь сейчас не обо мне. Скажите, а у вас есть враги? Надя, мне так приятно, что вы обо мне заботитесь. Ну, знаете, жизнь, она не по роману Агаты Кристи, она проще. Там нет тайны. И да, так сложились обстоятельства, что я бывал на квартире Федора Тимофеевича и трогал ту самую бутылку. Именно она оказалась на столе в ту ночь. А вам не кажется, что это просто... Простите. Да. Ветка. Что? Да. Да, я сейчас приеду, подожди. Простите, у подруги прорвало трубу в ванной, и мне нужно бежать. А вам, вы умеете чинить трубы? Нет. Ну, я что-нибудь придумаю. А давайте я вам помогу. Ой, ё! Что ж такое? Надя, я не могу кран перекрыть, сантехник не приходит. Где ванна? Ну, там. Ну что, сантехника можете не ждать. Я все закрутил. Завтра пойдете на строительный рынок, я там напишу, что купить. Да. И я все сделаю. Ой, спасибо вам огромное. Ну, вы настоящий прям мастер. Извините только, что я в таком виде. Вам очень идет. Спасибо. Дети, кажется, зовут, я на секундочку отойду. Спасибо еще раз огромное. А вы насквозь промокли. Ничего страшного. Знаете, я, конечно, не ваш Пит, но если у вас есть полчаса, я могу все высушить и напоить вас чаем. Спасибо. На самом деле, это просто удивительная история. Я захожу в ванну. Вдруг, откуда ни возьмись, вода прямо, она хлещет. Я не знаю, что делать. Она протекает в комнату, дети начинают играть. Я нахожу телефон с трудом этого сантехника. Как я его находила, это вообще отдельная история. Он не идет. И тут я позвонила вам, и вы пришли. Спасибо вам большое. А мне показалось, или мы перешли на ты? Ой. Ой, на ты? На ты. Мне кажется, это замечательно. Давайте на ты. А девчонки, вы такие красивые. Стойкие, мужественные, и... И что здесь творится? Вить, мы... Да я вижу, вижу. Рубашку узнают, реаники. Нет, просто в ветке прорвало трубу. Мне прорвало трубу, представляете? А Саша помогал чинить и промок. Ты, значит, Саша. Ну и что, Саша? Нравится тебе моя жена? Ну, мне кажется, это беспредметный разговор. Думаю, у тебя еще философ, наверное, в постели философствует, да? Ну, может, хватит. Давайте выйдем на лестницу, там поговорим. Ну, сама-сама прошу. А ты что творишь? Да поучил немного. Ты знаешь, кто? Ты на себя посмотри. Шалава дешевая. Сволочь. Сволочь. Саша. Саша. Так, так, так. Ой. Вроде все, да? Я пойду, а то мне Машка, кажется, не уснула. Давай, да? Беги. Все. Это у вас семейная? Что? Сначала ты с Калкой, потом твой Виктор. Прости, пожалуйста, я знаю, что он очень вспыльчивый человек. Погоди, ты-то за что извиняешься? Просто прошу прощения за себя и за Виктора. Ну, почему ты всегда считаешь себя виноватой? Вот от этого, между прочим, твой Виктор. Я бы нагрел. Саша, извини, конечно, но это наше семейное дело. Да хорошо. Спасибо за первую помощь и я поехал домой. Подожди, я тебя вызову такси. Все нормально, я разберусь. О! Что-то случилось? Это не телефонный разговор. Понятно. Я до Саши не могу до слонится. Он трубку не берет. Я его матери набрала. Она тоже не знает, где он. В квартире деда его нет. Я проверяла, свет не горит. Я-то думала, он перебесится. А тут вмешалась эта стерва. Какая стерва? Ну, стерва, ну ты же ее видел. Ну, та, которая по голове ему шарахнула. Которую он ночь провел. Видимо, продолжает. Да она чушка, но Сашка не опустится. Да откуда ты знаешь, до чего он опустится? Это я с ним жила 10 лет. Я просто выражаю свое мнение. Мне не нужно твое мнение, мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты нашел домашний адрес и телефонный ты. Ну, как ее? Наде! Хорошо. Надюха! Фу! Все. Своих уложила. Спят, как сурки. Ну, что, отошел? Уже уехал. Как уехал? Куда? Я не спрашивала. Вы что, поссорились? Нет. Просто он сказал, что Витя так обнаглел из-за меня. Ну, вообще-то он сказал правильно. Я всегда тебе об этом говорила. Потому что надо либо бороться за свое достоинство, либо ты ничего никогда в жизни не добьешься. А ты у нас как служанка безответная все время. Витя, я уже один раз по твоему совету взяла в руки скалку. И что? По-моему, все прекрасно. Знаешь, я думаю, дело не в чушке. Просто Сашка, он не вернется. Нет, он вернется, но ненадолго. Да я не хочу, чтобы он вернулся надолго. Я просто хочу, чтобы он приполз ко мне. А на следующий день я его сама выкину. Главное сказать последнее слово. Я просто сама люблю принимать решения. Ну, на самом деле я очень рада, что ты оказался на моей стороне. Я только в последнее время стала ценить твою поддержку. Серьезно? А может, мы с тобой потом куда-нибудь уедем? Лучше на юга. Может, в Ялту? Ты не шутишь? Нет. Правда, нам понадобятся деньги. На первое время, пока работы не найдем, квартиру снять. Я могу продать свои монеты. Ну, мне давно предлагали. Так, может, стоит этим заняться? Как можно скорее? Ну, может и стоит. Насколько я помню, убитой приходится родным дедом Алисе. И вот что такое должна была вытворить внучка, чтобы дед выгнал ее из дома, еще и квартиры лишил. Да. Слушай, а что, если посмотреть повнимательнее на эту Алису? Пообщаться с ней, так сказать, инкогнито. Может, что узнаем? Лезть в чужую жизнь. Неудобно. Слушай, если ты будешь думать удобно-неудобно, ты никогда ничего не добьешься. Надо найти ее телефон. А у меня есть ее телефон. Домашний. Мне же Пит дал домашний телефон Саше. Кстати, этот Пит от Алисы без ума. Звони. Здравствуйте. А могу я с Алисой поговорить? Алиса ушла. Вечером будет. А вы кто? А я их знакомая. Мы летом познакомились. В Ялте, что ли? Алиса, там каждый год. Да. Да, в Ялте. Мы тоже с мужем там каждый год отдыхаем. Да. Получается, что я торт привезла, фотографии забыла. Простите. Ничего. Бывает. Не страшно. Сейчас все такие нервные. А у нас, после всего, что случилось, так вообще. А что случилось? Папу моего убили. И того, кто это сделал, не нашли. Следователь считает, что, возможно, наркоманы. Господи, какой ужас. Все пошло наперекосяк после этого письма. Все. Какого письма? Давно это было. Но с этого все и началось. А что началось? А вам Алиса не рассказывала? Нет. А мы с ней очень давно не виделись. Мой папа был человек неординарный. Умереть готов был за свои принципы. Он всегда по совести поступал. В войну он спас немецкого военнопленного. Он был медиком. Днем лечил офицерский состав. А ночью бегал к немцам в барак. Носил лекарства. От обморожения спасал. А если бы вы знали? Расстреляли бы. Время-то какое было? Да он же настоящий герой. Папа говорил, что для медика русских и немцев нет. Есть только больные, которым он обязан помочь. В общем, лет пять назад письмо пришло из Германии. Потомки одного из пленных отца отыскали и решили его отблагодарить. Тут, конечно, ни в какую, но они настояли и квартиру ему купили. Хорошая квартира в центре. Дед, конечно, сначала завещание на Алису написал. А потом? А что потом? Поссорились? Знаете, нехорошо так говорить про родную дочь. Но Алиса нам прям как неродная. С самого детства была такая. Вот все для себя. Все с умыслом. Она ведь даже старую одежду режет на кусочки, прежде чем выбросить. Только для того, чтобы бомжам не досталось. Ну что? Ну что? Ну, каждый имеет право на свои привычки. Но она такая, ничего страшного. И здесь вот. Год назад приходит опять письмо из Германии. Спрашивают, правда ли Федор Тимофеевич живет в ужасных условиях. Папа в шоке. Я тоже. И что выясняется? Это Алиса, оказывается, тайком письма слала, денег просила. Мало ей все показалось. Конечно, после этого папа ее из квартиры выгнал. И переписал завещание на Сашку, мужа ее. А почему не на вас? Он хотел, но я отказалась. Отец очень Сашку любил. Тот ведь тоже такой принципиальный. Лишней копейки не возьмет. И вдруг такое. Ой, простите, я отвечу. Конечно. Да? Надежда, это я. Привет. Я боялся, ты сразу трубку бросишь. Просто мне сейчас не очень удобно говорить. Тогда просто скажи, когда мы вечером встретимся. Зачем? Ну, давай сходим куда-нибудь, я не знаю, в театр, в кино, в ресторан. В ресторан? А может быть, лучше я что-нибудь дома приготовлю? Да нет, мне совсем не сложно. Восемь? Да, хорошо, договорились пока. А говорили, что вроде бы замужем. А это муж? И в ресторан зовет? Да, а что тут такого? У нас очень теплые отношения. Как же это чудесно. А мне вот очень жалко, что у Алисы с Сашей все расклеилось. Такая красивая пара была. Вообще-то, конечно, у Алисы мотив есть. Квартира уплыла к мужу, а он уходит. Но убивать из-за этого родного деда невозможно. Невозможно. Сиди, Яркова. А вдруг это Витя? Если Витя, значит, вылетит из моей квартиры в два счета. Нет, погоди, я должна ему объяснить. Что объяснять, что он козел? Вит, ну зачем ты так? Сиди. Проходите. О, Надюша! Я так и знала, что ты здесь. А там в твою дверь какая-то женщина звонит. Красивая! Помощь нужна? Нет, я сама. Простите, вы ко мне? А вы, Надя? Тогда я к вам. Я Алиса. Во-первых, спасибо большое. Вы моего мужа спасли. И у меня к вам есть еще один разговор. Да я, в общем-то... Ой, так вы жена того самого юноши, которого Наденька к себе притащила. Ну надо же! Ой, Зая Геннадьевна, мне кажется, что у вас там сериал начинается. Пойдемте лучше пройти. Да. Я действительно не знаю, как вас и благодарить. У нас в ней сейчас черная полоса, и если бы не вы, даже страшно представить. Вот, пожалуйста. Спасибо, Сахар, если надо. Вы ведь общаетесь, да? А может быть, вы сможете как-то повлиять на него? Да, но я... Я понимаю. Я просто хотела, чтобы вы знали. Я беременна. Понимаете, много лет мы с Сашей мечтали о детях. Летом ездили по санаториям. От курса к курсу и ничего. А теперь, когда он ушел, он ведь даже трубку не берет. Не хочет со мной общаться. И что вы хотите, чтобы я сказала ему о ребенке? Нет, ни в коем случае. За эти годы я стала такой суеверной. Я думаю, что будет лучше, если он обо всем узнает потом. Ну, когда срок будет побольше. Мне ведь надо, чтобы он просто пришел. А дальше я сама. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, я... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Пит. Откуда я знаю? Разве Саша не у тебя оставлял куртку? Нет. Ну, значит, я что-то путаю. Нет, я имею в виду его куртку. Коричневую, кожаную. Ну, не знаю. Ладно, пока. Надюха, привет. Ну, чё, как проходит подготовка к романтическому ужину? Ах, я ничего особенного готовить не стала. Так, только салат, мясо и на десерт клубника. Да, ну, готовишь ты прекрасно, я знаю. Так. Раз. Погоди, это не все. Два, это металл, это третье, и... Па-бам! Это самое главное. Я в нем храню всякие мелочи, но оно настоящее серебряное. Бед, зачем это? Как зачем? Для создания романтической атмосферы. Я уверена, что перед клубником он предложит тебе встречаться. С ума сошла? Между нами ничего такого. Что ничего такого? Если б было ничего такого, жена бы не приходила, не разведывала. Вед, подай, пожалуйста, бокалы в буфете. Надь, слушай, ну мне правда интересно. Ну скажи, чё она приходила, на тебя посмотреть? Да, просто поблагодарить. Давай. Ага. Такие, как она, знаешь, просто так не приходят. Может быть, я не права была насчет нее. Может быть, у нее просто такая форма защиты. У тебя ирония, а у нее... Звонят. Иди открывай и фартук снимай. Держи, 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 держи. Нитки запьет. Ничего, что пораньше? Думал, в пробку попаду. А доехал быстро. Все в порядке. Проходите. Ой, а мы опять на вы. Нет. Проходи. А, Саша, здравствуйте. Извините, я на минутку заходила, пошла. Счастливо. До свидания. Давай помогу. Держи. А мне нравится, когда свечи горят. Успокаивает. А Витя свечи не любил. Говорил, что от них запах, как в церкви. А ты? А я люблю. Да? Тогда добудут свечи. Ой, вот. Надя, какой же я дурак. Если б я знал, что ты так потрясающе готовишь, я бы пусть не снялся приходить со своим тортиком. Ну, а с этим ты угадал. Я десерты не готовлю. Они вредны для фигуры. А я бы на твоем месте не волновался. Что, уже можно расслабиться, все равно шансов нет. У тебя может быть любая прическа, любая фигура. Потому что с такими удивительными, добрыми, красивыми глазами и с такой потрясающей улыбкой. Саш, не надо. Ну, вот ты опять застеснялась. Нет, не в этом дело. Просто я решила помириться с Витей. И тебе лучше вернуться к жене. Спасибо, тот совет. Ну, я как-нибудь сам. Нет, правда. В каждом браке неизбежны кризисы. Только это не повод все бросать и уходить в неизвестность. Понимаешь? Надя, если ты меня хочешь послать, ну, это можно сделать гораздо проще. Спасибо большое. Ужин был просто великолепен. Я пойду домой. Надюш, Надь, Надя, Надя, я на секунду, можно? Надя, Надя, что случилось? Веткой я его выгнала. А я сказала, что я возвращаюсь к Вите. Зачем? Приходила Алиса, сказала, что она беременная, тест приносила. А я так хотела ребенка. Правда, Витя не хотела. Надюша, я не понимаю, а почему ты решила все без него? И почему ты поверила тому, что наплела тебе эта стерва? Просто я не хочу, чтобы ребенок рос без отца. Иди открывай, наверное, он. Ребят, сначала забираем в холодильник, он на кухне, потом телевизор, но это я вам после покажу. Давайте. О, здрасте, приехали. Девчонки. Виктор. Хорошо, что вы дома. Вы гружаете продукты из холодильника, я его забираю. А к чему бы это? Слушай, ты шлюшка, не лезь чужих дела, а то ведь я... А то что? Если ты тронешь ее хоть пальцем, то вот это полетит тебе в голову, ясно? Командир, холодильник в дверь не придется, снимать надо. Значит так. Вон из моего дома. И на него не смотри. Он здесь никто. Это моя квартира. Ты знаешь, как это называется? Самовольное проникновение в частную собственность. Ты в соучастники хочешь пойти? Я тебе это устрою. Слышь, мы так не договаривались, Петрович. Ребят, она просто истеричка. Чего вы ее слушаете? Это мой холодильник. Ты сначала со своей бабой разберись, а потом командуй. Аванс. За моральный ущерб. И если ты хочешь что-то забрать из дома, то вперед через суд. Ну, ты сама нарвалась. Иговорили вам, что я не предупреждал! Иговорили вам, что я не знаю. Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Есть минута? Алис, мне кажется, мы с тобой все обсудили. Я просто хотела попросить прощения. Я действительно виновата и наговорила кучу всего про тебя и про деда. Да я на тебя зла не держу. Насчет квартиры ты знаешь. Это было не мое желание, Федор Тимофеевич. Да бог, все из квартиры. Я хочу, чтобы мы расстались как-то по-человечески, как интеллигентные люди. Да я только за. А мама с сестрой дома? Да они в кино пошли. Тогда, может, выгасишь меня на чай? Здесь так холодно. Ладно, хорошо. Пойдем. Ну, ты даешь, Надежда Андреевна. Такое я тебя еще не видела. Может, это твое расследование так на тебя влияет? Ой, да я его почти забросила. Я просто не понимаю, куда дальше двигаться. Алиса, она, конечно, может быть и стерва, но совсем не убийца. Давай, давай. А кому еще может быть выгодно смерть деда и подстава Саши? Я не понимаю. Слушай, а может, этот маленький, толстенький? Пит? Ну, да. Ты же говорила, что он в эту Алису влюблен. Может, он ради нее все это и сделал? А это вполне возможно. М-м-м! Какое вкусное! Мама варила? Да, это мамина. Вишневая, фирменная. Да. Мама у тебя, конечно, мастерица. Наверное, тяжело после такого привыкать, не пойми, к какой еде. Да? Ты а что? Ну, эта твоя Надя. Она же не готовит. Ты ее видела? Откуда? Мне Пит рассказывал. Врешь. Слушай, ну, я просто хотела посмотреть, кто за тобой охотится. А она ушлая баба, ты знаешь? Она же за квартирой твоей охотится. Ты что про меня наговорила? Ты что? Отпусти! Что, с ума сошел? Ты с ума сошел? Ты вообще... Что из меня монстра-то делаешь? Я просто пытаюсь помочь тебе, забочусь о тебе. Только не надо мне мозги подрить. Я тебя достаточно изучил. Ты бы никогда не стала стараться ради меня. А может быть, я изменилась? Ой, ладно, сейчас мама и сестры должны вернуться. И Алиса, тебе лучше уйти. А перед Надей я извинюсь. Да ты просто идиот. К тому же слепой. Мог бы выбрать хотя бы не такую уродину. Субтитры сделал DimaTorzok Резюме у вас прекрасное, Надежда Андреевна. Но я боюсь, что в условиях кризиса мы можем не потянуть такого высококвалифицированного специалиста, как вы. Я согласна на любую работу. Хорошо. Мы вам позвоним. Но я бы вам советовала дождаться хорошего места, чтобы не портить трудовую. Вы же понимаете, что после меньшей зарплаты очень сложно подняться. Да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не вздумай менять ключи, хуже будет. Сволочи. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, как договорились. Да. Алиса, это я, Пит. Я продал монеты. Да, мы можем ехать. Я никуда не поеду, пока не решу вопрос с мужем. Мы же договорились. Пит, у тебя проблемы с памятью? Ты же обещал помочь. Так сделай что-нибудь. Я хочу, чтобы Саша вернулся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло, Надюш, привет. Ой, мамочка, привет. Как у вас там дела? У нас? Отлично. Я тут в магазине. У них тут распродажа. Видите, куртка нужна или нет? Очень хорошая куртка. Теплая. Выглядит очень солидно. Куртка? Куртка? Это же улика против Саши. Что-то я такое слышала про куртку недавно. Нет, я имею в виду его куртку. Коричневую, кожаную. Ну да, если куртка была у Пита, то все сходится. Пит убивает деда, чтобы Сашу посадили, а квартира досталась Олесе. Алло, Надюш, ты о чем? Я тебя спрашиваю, Вите, куртка нужна или нет? А, мам, я... Я не могу сейчас говорить, я тебе попозже перезвоню, хорошо? Да, 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 вечером поговорим, все? Да, все, целую, пока. Алло, Надюша. Спасибо. Не за что. Здравствуйте, Пит. Телефоны потеряли? Нет, с вами поговорить пришла. О чем? Об убийстве, которое вы совершили. У вас что, совсем крыша поехала? Я сразу все поняла, когда про куртку услышала. Саша, ведь у вас куртку забыл. А вы решили воспользоваться ситуацией. Встретились с Сашей, поговорили, посидели в кафе, а потом ему что-то в алкоголь добавили, чтобы он вырубился. И оставили в парке на скамеечке. Время темное, никто не опознает. А сами к деду поехали. Да что ты несешь? Ты совсем с ума зашла? А мы с вами на бурдершафт не пили. Но можем и на ты. Куртку черную ту Саши спер, а старую коричневую деду подбросил. А заодно и бутылку с пальчиками. И где доказательства? А? А я не доказывать пришла. А так напомните, что таких как ты обязательно ждет возмездие. И не надейся выкрутиться. Убирайся отсюда вон! Иначе я сам полицию вызову. А вы не горячитесь так, Пит. А вы кто такой? Извините, а вы кто? Ну я по крайней мере здесь живу или приезжаю регулярно. Вы Надина мама, Татьяна Юрьевна. Ну да. А откуда вы знаете Надю? Мы с Надей работаем вместе. Я курьером. Как-то вы странно одеты для курьера. Татьяна Юрьевна, я вам сейчас все объясню. Я работаю на трех работах. Меня Надя попросила забрать там кое-какие бумаги. У нее сегодня отгул и она должна быть дома. Ну ладно, заходите. Господи, что это? Ой! Бардак какой-то! Да, ну давайте я вам помогу. Я не знаю, вынесу хотя бы что-нибудь. Ой! Теперь я точно знаю, что это он убил. Он ради этой Алисы на все был готов. А тут сразу двух зайцев убивает. И от соперника избавляется. И своей любимой квартирой ударит. Ведь по закону все ей переходит. Да, но в милиции это слушать не будут, улик-то нет. Ну по крайней мере спать спокойно не будет. Алиса, я суп подогрела. Я занята. Оставила бы ты его уже в покое. Насильно мил не будешь. Вот только не надо меня учить. Я знаю, что я делаю. Делаешь. А о других не думаешь. Ну так тоже нельзя. Вчера вон подружка приходила, а ты даже не спросила. А ведь собиралась с ней встретиться. Какая еще подружка? Ну мы в Ялте познакомились летом. Такая, в общем симпатичная. Подожди, а ее случайно не Надежда зовут? Ой. А я не помню. Я не спросила, как некрасиво так. Мама, мама, ну какая же ты идиотка. Ну разве так можно? Ты пускаешь в дом совершенно чужих людей. Ну ты думаешь, что ты делаешь? Пойду открою. Чего пришел? Нужно уезжать срочно. В чем дело? Это Надя, она все знает. Знает что? Она обвиняет меня в том, что я убил Федора Тимофеевича. Деда? Как? Подожди, так это ты? Надюш, послушай. Я Вите куртку купила. Вот посмотри. Видишь, какая хорошая куртка. Пусть Вите померяет, а если она ему не подойдет, мы ее обратно отнесем. Мам, давай сразу обратно в магазин отнесем. Ну, как, что? Плохая, а цвет не понравился? Понравилась, мам. Просто Витя здесь больше не появится. Как это не появится? Ну вот так он меня бросил. Господи, Надюш, ну нужно же что-то, нужно же… Мам, ничего не нужно. Я очень рада, что так получилось. Ты же меня подставил, идиот! Это же у меня есть мотив! Квартира! У тебя на этот вечер железное алиби. У вас был девичник, у твоей сотрудницы, как ее… У Пономаревой, да, был. Ну, вот вы же наверняка всю ночь будили. Ну, часов до двух. Да, точно. Я вызывала такси на два. Я просто хотел, чтоб ты была счастлива, а Сашка, он тебя не достоин. Пожалуйста, давай уедем вместе. Знаешь что? Давай так. Этого разговора между нами не было. Я ничего не знаю, ясно? А ты… Ты иди в соседний дом, там авиакасса, закажешь нам билеты до Ялты. Да, да. Подожди, а деньги у тебя с собой? Ты оставляй их здесь. Здесь надежнее придется. Алло, это следственный отдел? Здрасьте. Вы знаете, у меня тут появилась новая информация, очень важная, по делу Соколова. Да, у меня тут появилась новая информация, очень важная, по делу Соколова. Ну, хорошо бы, чтобы вы приехали. Прямо сейчас. Мамочка, не волнуйся ты так, пожалуйста. Я правда чувствую себя нормально. Нормально? Да ты не понимаешь, что ты творишь. Ты же жизнь свою ломаешь из-за своего дурацкого упрямства. Да нужно же бежать за ним, в ногах у него валяться. Прощенья у него просить, а ты? А за что прощенья просить? За то, что он гулял на прополу? Зато не пил. Знаешь что, лучше бы пил. Нет, я больше просто слышать этого не могу. Я больше этого слышать не могу. Я сейчас сама позвоню ему. Так, мама, прекрати. Это моя жизнь. И я буду решать. Твоя. Это твоя жизнь. А кто тебе эту жизнь обеспечил? Кто тебе эту квартиру купил? Ты? А ты будешь мне квартиры попрекать? Буду. Потому что я думала, что у тебя есть голова на плечах. А у тебя этой головы нет совершенно. Нет, ну вы посмотрите на нее. Я для кого старалась? Я для кого это все делала? Я же для тебя старалась. Я же для твоей семьи старалась. А ты взяла и плюнула на все. Вы посмотрите. Видите ли, он гуляет. Да может быть он гуляет только потому, что здесь дома ему чего-то не хватало. Так, мама, будь все. Держи ключи от квартиры твоей. Я больше на нее не претендую. Хорошо. Хорошо. Беги, беги, беги. Беги. И проявляй свою самостоятельность. Ой, Господи. Господи. Вот, бизнес-класс. Ты же любишь комфорт? Да. Алиса, это к тебе. Добрый день. Вы звонили, я вас слушаю. Да. Я хотела бы дать показания. Вы знаете, вот этот человек, Петр Семин, убил моего деда. Алиса. Вы знаете, он не совсем психически здоров. Я его знаю еще с института. Все это время он преследовал меня. А когда я ему последний раз отказала, он, видимо, таким образом решил мне отомстить. Да ты с ума сошла? Пит, я бы на твоем месте не отпиралась. Я все поняла, когда вспомнила про куртку. Ну, вот эту вот коричневую кожаную куртку, которую я видела у него уже после того, как Саша сказал, что потерял ее. И вы готовы подтвердить это письменно? Да. Семин, пройдемся со мной. Петя. Он, он же мухи не обидит. За что? Мам, да он вообще не совсем себе. Смотри, билеты какие-то принес. Ой, бедный дед. Ой, а я думала, Надюша вернулась. Одумалась. А она где? Ну, я не знаю, я не знаю, где она. Ну, я же ее только попугать хотела. А она… Вот упрямая девчонка, вот так. Ой, я не могу. Ну, может, у подруг? Да нет, у нее подруг. Ну, кроме ветки, вот с этажа. Витя же у нее всех подруг давным-давно разогнал. Что же я наделала? Что же я наделала? Татьяна Юрьевна, вы не беспокойтесь, я ее найду. Обязательно. Надя! Надежда! Наконец-то я тебя нашел. Зачем ты приходила? У меня к тебе предложение. Деловое. Давай обсудим. Пожалуйста. Я только сейчас поняла, как я замерзла. Хороший способ закаливания. А раньше я до позднего сня. Каталась на велосипеде и ничего не мерзла. Это тот, который я выкинул, да? Да, я звала его чертенка. Надя, я знаю, что к тебе приходила Алиса, она говорила про меня какие-то гадости. А ты меня поэтому выкинула, да? У вас будет ребенок. Это тебе Алиса сказала? Надя, у нас не может быть ребенка. Мы полгода не живем вместе. Она показала тест. Она способна на все, что угодно. А почему я должна тебе верить, Скорб? Я понимаю, у меня нет доказательств. Ты можешь мне верить. Нет. Но я не хочу тебя обманывать. Ты меня вытащила из тюрьмы, потеряла работу. А давайте я с мамой познакомлю. Знаешь, у нее есть небольшая фирма, она сможет тебя трудоустроить. Давай. А значит, вы подтверждаете, что украли у Мельникова коричневую кожаную куртку с тем, чтобы использовать ее как улику. Я все делал ради Алисы. Я сразу ее полюбил и понял, что мы не пара. Ну, куда ей такой колобок? А Сашка, тот да, тот всегда красавцем был. Но когда он решил уйти, я просто не мог видеть, как она страдает. А дед он по-свински с ней обходился. Я сам слышал, как он на нее орал, обзывал. Я просто решил отомстить им обоим. Мамочка, прости меня. Это ты меня прости, солнышко мое. Ну, ты же у меня совсем взрослая стала. Красавица такая. Ты сама знаешь, с кем тебе жить. Может быть, с Сашей этим. Мне кажется, он тебя любит. Мама, с чего ты это взяла? Я вообще уже не знаю, кому верить. Сердцу своему верь. Сердцу. А что я ей скажу? Я даже не представляю. Да ты не переживай. Мне мама очень хорошая. Елена Николаевна. Надя. Надюша, я даже не знаю, что сказать. Да ничего не говорите, Елена Николаевна. Я все понимаю. Вы ради Сашиной сестры старались. Все хорошо. Да ты знаешь, сколько я себя ругала, что так с тобой обошлась. Вика ведь, она такая еще зеленая. А ты же замечательный сотрудник. Ну, я разве могла представить, что ты останешься без работы? Да ладно, кто старая помянет. Надечка, значит, это ты Сашку спасла. Господи, если бы я знала. Все хорошо, Елена Николаевна. Все хорошо. Милые дамы, меня снова вызывают прокуратуру. Как? Опять? Да все нормально. Если не считать того, что Пит убил Олесиного дела. Питя? Так, вернусь, расскажу подробности. Надя, ты дождешься меня? Ой, нет. Можно я тоже побегу? Хорошо? Надюша, ну в понедельник к девяти я тебя жду. Хорошо, договорились. Ну давайте, ребята. До свидания. О, Господи. Что, опять что-нибудь спырять захотела? Я просто ставлю тебя в известность, что намерен восстановить справедливость. Я тоже имею право на эту жилплощадь. Да ты как-то смеешь. Надюш, ну ты же юрист. Ты же знаешь семейный кодекс. Квартира была приобретена в браке. Значит, я имею право наполовину. Что? Ладно, забирай. Ты просто так не отделаешься. Да, не добьешься. Я счастлива. Не хами меня. А что происходит-то, а? Не этот здесь. Чтобы она тебя в своей жизни больше не видела. Увидишь ее на разводе. В суде. Понял? Хорошо. 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 Саша. Да нормально очухается. С тобой все в порядке? Да, в порядке. Что в прокуратуре? Ты представляешь, Пит все начал валить на лису. Будто бы она заказчик преступления. Нанял себе адвоката. И, кстати, адвокат мне намекнул, чтобы я дал ложные показания против Алисы. А ты? Ну, Надь, ну ты же меня знаешь. Я клеветать не умею. Да и вообще богом судья. Очухался? А-а-а… 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 Стащил его со свалки. Ну а дальше мастера всё что угодно обстановят. Класс! Спасибо. На нём можно покататься? Вообще-то я тоже хотел. И готов дать фору. Но это мы ещё посмотрим. Класс! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...